Вот эти три книги, если вы интересуетесь культурой и вас заинтересует эта тема, я бы советовал вам эти три книги иметь и изучать. Наша тема сегодня церковь и культура, и это семинар. Если бы этот семинар вел Христос, то вряд ли бы он представил его в виде пунктов. Скорее всего, Христос рассказал бы притчу. Обычно так он учил. И притча была и звучала бы примерно так. Почувствуйте себя учеником или человеком, который жил во времена Иисуса. Притча звучала бы примерно так. В одной стране, где шла война, было несколько крепостей. Одна крепость была полностью блокирована противником. Ее защитники спрятались глубоко под землей. Они только слышали, как массивные камни падают сверху, но не высовывали носа наружу. Выйти, дать отпор врагу, воинов не было ни сил, ни духу. Недалеко от них стояла вторая крепость. Ее воины регулярно отражали атаки врага. Они поднимались на крепостные стены, иногда изрыгали проклятия в адрес своих противников, кидали в них сверху камни или кипящую смолу. Запасов крепости было достаточно, чтобы пережить долгую осаду, поэтому жители города чувствовали себя безопасно в стенах этой крепости. Защитники третьей крепости, которая тоже была неподалеку, осмелели настолько, что иногда они выходили за ворота. Они открывали городские ворота, выбегали небольшим отрядом, бились с врагом. Иногда им даже удавалось захватить кого-то в плен. Они затягивали его внутрь и делали его жителям города. Обитатели четвертой крепости решили, что наступил час освободить свою страну. И они использовали свою крепость как базу, в которой нужно было просто вернуться, набраться сил, напитаться, взять оружие и снова двинуться в боль, освобождая свою территорию. Последняя крепость. Ее жители верили, что вся земля должна принадлежать их царю. Поэтому они не ограничивались отвоеванием только своей территории. Они решили, что нам нужно пойти и поразить врага в его сердце, в его столице и всю землю захватить для своего царя. Все. На этом бы Христос закончил свою притчу, и люди разошлись бы по добам, чесали бы голову, что он хотел сказать. И вот вечером, когда Иисус сел в кругу своих учеников, один ученик, скорее всего, задал бы ему вопрос. Учитель, а что в этом притче? Вот. Вот такой вопрос он задал бы. И тогда Иисус начал бы свой семинар. И он рассказал бы, что он имел в виду в этой притче. Спасибо большое. Когда мы говорим о взаимосвязи церкви и культуры, речь идет не о приличной одежде, не о длине юбки, длине волос. Речь намного глубже. Каким образом христианство влияет на культуру общества. И каким образом общество влияет на культуру церкви. Давайте сперва дадим определение того, что такое культура. У нас будет следующий слайд. Культурой называют сочетание людских знаний, убеждений, норм поведения, которые мы принимаем, а затем передаем будущим поколениям. Культуру включает в себя язык, науку, спорт, все достижения человека, объединенные вместе, которые мы способны передавать друг другу. Поэтому этот термин намного шире, чем просто сходить в театр или послушать музыку. Сегодня я выгляжу как обычный, ну или почти как обычный человек 21 века. Я не вышел сюда в камзоле 18 века и не вышел в хитоне 1 века. То есть моя одежда, моя прическа, моя речь, мой разговор отражает культуру России 21 века. Мы живем с вами в этой культуре. Несомненно, мы используем эти формы. Я помню, когда я только-только становился молодым служителем, я уверовал 18 лет из неверующей семьи. У меня нет корней нигде в церкви. И у меня были вот такие волосы. Я уже был молодежным лидером, я уже служил в церкви. Я помню, как в наш... Я жил тогда в Новороссийске, там несколько баптистских церквей. И вот каждый раз, когда я посещал нашу материнскую традиционную баптистскую церковь, заходил в братскую. Мне давали слово. Один из пожилых братьев, видя мои волосы, у меня с ним сейчас прекрасные отношения, мы друзья. В тот момент он видел, говорит, Андрей, ну когда мы тебя уже обреем? Зачем тебе эти длинные волосы? И вот он не успокаивался. Вот один раз он просто перед собранием уже просто вышел, почти вышел из себя, говорит, ну зачем ты это носишь? И я смотрю, у него за спиной на стене висит календарь христианский. И там Иисус нарисован. И я так, знаете, так на Иисуса хочу быть похожим. Вот. И это было неправда, конечно. Но это был такой аргумент, против которого не попрешь. То есть был нарисован Иисус вот с такими волосами, и это было можно. Пришел парень с такими же волосами, но это не принято. Понимаете, мы с вами иногда как бы рассинхронизированы. То есть что такое библейская культура? Библейская культура, если это культура первого века, давайте скажем, что это культура времен Нового Завета. Потому что такая вещь, как библейская культура, довольно сложно сказать. Иногда мы не видим разительных отличий в современной культуре с нашим пониманием. Тогда все более-менее спокойно. Но как только нам кажется, что культурные формы выражений неприемлемы, начинается внутренний конфликт. Возможно, вас когда-либо обвиняли в том, что вы выглядите не очень подобающим, слушаете не то, что стоит слушать христианину, либо говорите о том, о чем не стоит говорить христианину. Иногда это вопрос места. В одном месте эти формы культурно приемлемы, в другом нет. К примеру, если я встречу вас с вашей супругой на пляже Черного моря, и вы будете в купальниках, у меня не возникнет никаких странных мыслей. Мы пообщаемся, поговорим. Но если ваша жена откроет, я приду к вам домой в гости, и ваша жена откроет мне в этом же самом купальнике дверь, я подумаю что-то неладное. Есть вопрос места. Мы идем в театр, одеваем костюм, понимаем, что там так правильно, там так принято. Но это не означает, что в принципе только костюм правильный. Иногда это вопрос места. В этом месте это приемлемо, в этом неприемлемо. Но иногда это вопрос принципа. Каждое общество имеет свой культурный код. И церкви имеют свою субкультуру. Где-то молятся стоя, где-то молятся на коленях. Не так давно я побывал в отделенной церкви баптистской, и за долгие годы я уже давно не целовался в губы с мужчинами. И тут я вдруг обнаружил, что я это уже был слишком давно. Там это культурный код. Причем ты целуешься так, что ты понимаешь, брат чистил зубы или не чистил зубы с утра. Смачный поцелуй святых. Это субкультура. То есть там так принято. Иногда наша церковная субкультура немножко не дотягивает даже до светских норм. Я вам скажу пример. Мой папа учил меня открывать дверь перед женщиной. Мой папа учил меня, что когда я спускаюсь вниз или выхожу из автобуса, и рядом со мной, даже это не моя жена, я обязан протянуть ей руку, помочь ей спуститься. Я вырос в такой семье. Неверующая, интеллигентная семья. И я попадаю в церковь, и я еду в автобусе. Со мной едет сестра, мы оба едем на спевку. И я, выходя из троллейбуса, просто на автомате протягиваю руку, чтобы помочь ей спуститься. И вы бы видели ужас в ее глазах. Это было как будто я протянул ей кольцо на ладони и делал ей предложение. Она отшатнулась. И мне было не очень приятно, что в верующей среде вот эти правила заботы, они меньше. И я помню, как однажды мы едем с друзьями, я еду с женой на машине, они едут перед нами, они останавливаются перед нами, и он выходит, а она нет. И он обходит вокруг, открывает дверь, жене дает ей руку и выводит ее. Я подумал, как же это классно. Насколько это достойно, то есть уважение, проявленное уважение своей женщине. То есть мы учимся этому. С тех пор я стараюсь это делать. Мы живем в такое время, когда вопросы истины, этики и эстетики являются вещами относительными. В современном обществе нет понятия, что правильно. Вопрос только, что правильно для тебя. Поэтому стирается, ну говорят, о вкусах не спорят, сегодня уже об истине не спорят. То есть нет такого в обществе понимания, что есть что-либо правильное. Нравится тебе, выкрашивайся в зеленый цвет, нравятся туннели, носи туннели. И нам, как верующим, очень важно понимать, где есть основание, на котором мы должны стоять, принципиальное основание. На чем мы должны строить, что не изменится никогда. А где есть выражение и культурные нормы, которые будут меняться с каждым поколением. Допустим, такая вещь, как принцип оголения в одежде. Мы наблюдаем его. Мы наблюдаем о том, что современная одежда все больше и больше оголяет тело, особенно женское тело. Если вы почитаете Онегина, вы найдете там место, где молодые юноши стоят на балу, в углу, и наблюдают за женскими ножками. И они ждут, когда в танце, в вальсе вдруг-вдруг откроется лодыжка. Потому что это считалось очень-очень интимное место. Но сегодня никто не робеет от того, что видят женские лодыжки. Сегодня это спокойно. Меняются эти нормы. Но где, поймите, где эта грань, где мы можем оголять тело, это еще более-менее, а где нет. Вы видите, что нам сложно определить это. Но не будем же мы стоять с линейкой или отмерять процент. Это сложный вопрос. Мы верим, что истина существует, и она неизменна. Она может быть познана в виде универсальных принципов. И одно из, однако, выражение этих принципов в разное время может принимать разные формы. Поэтому вопросы, которые нас интересуют в изучении культуры, кто формирует эти формы? Кто сформировал современные формы, которые мы сегодня принимаем? Какое мировоззрение вложено в эти формы? Можем ли мы задействовать или заимствовать культурные формы без адаптации мировоззрения? Можем ли мы создавать культурные формы, которые могут менять общество? Размышляя о разных моделях церковного отношения, отчасти навеянной книгой Нибра, я пришел к этой иллюстрации, которую рассказал вам в самом начале. Иллюстрацию крепостей. И мы с вами посмотрим на разные взгляды, отношения церкви к культуре на примере крепости. Давайте посмотрим на первую. Первая – это глухая оборона. Я называю это таким отношением. Давайте следующий слайд. Катапульты обстреливают городские здания. Таран пробивает ворота. Крепость держится. Представьте, что это продолжается не месяц, а десятилетие. Несколько десятилетий, втягивая голову в плечи, при очередном залпе орудий жители города научились жить в постоянной защите. Они строят планы на вечер, ожидают, что крепость продержится, но у них нет шансов выглянуть наружу. В состоянии глухой обороны церковь даже не пытается оглядеться по сторонам. Она как боксер, который пропустил удар, он уже плывет, но он пытается защищаться. Он не вступает в конфронтацию, он не вступает в бой. Не допустить проникновения мира в церковь – это задача верующих. Все, что существует за рамками церковной субкультуры, воспринимается как враждебное. Соприкоснуться с этим означает оскверниться. Церковь пытается найти библейские обоснования этой позиции и находит некоторые тексты, которые, похоже, помогают ей обосновать эту позицию. Несколько текстов, которые я бы привел, которые я чаще всего слышу на следующем слайде. «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очей». Прелюбодей и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. В Коринфянам. «Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Поэтому церковь в состоянии глухой обороны воспринимает все мирское как греховное. Поэтому нельзя ходить в ресторан, нельзя ходить в кино, не стоит иметь телевизор, не стоит слушать светскую музыку. Церковь ограждает себя таким образом, воспринимая все, что за рамками церкви, как греховное. Во времена долгой осады, когда в городе наступает голод, люди начинают есть друг друга. Похожая практика возникает в общине, которое замкнулось на себя. Ей нужно куда-то тратить силы, и она тратит эти силы не на миссию, не на благовестие, а друг на друга. На слежку друг за другом, осуждение других, мелкие интрижки и возню. Община начинает жрать себя изнутри. Во время осады люди не строят себе радужных планов на будущее. Церковь в осаде тоже не заглядывает очень-очень далеко. Ей не присуще стратегическое мышление. Ее методы выживания достаточно примитивны. Будучи не в состоянии выглянуть за пределы своих стен, она не способна видеть изменения. Нечто подобное вы могли наблюдать в 90-е годы, когда после реально глухой обороны, в которую загнала церковь государство, наступила свобода. Но не так много церквей восприняли эту свободу как возможность работать с обществом. Идти в школы, делать евангелизации на улицах. Церкви все равно так и были закрыты, приглашая просто или ограничивая рамки своей евангелизации церковными стенами, просто по привычке. Сколько было возможностей тогда? Можно было идти в школы, можно было идти в институты. Везде были открыты двери. Но в тот момент церковь оказалась во многом. Я говорю, когда я говорю церковь, я не говорю отдельную поместную церковь, я говорю движение. Давайте признаемся честно, мы пропустили 90-е годы как движение. Некоторые церкви смогли этим воспользоваться, организовались новые церкви, очень много было работы. Пока еще были открыты двери. Сегодня эти двери уже практически закрыты, и мы понимаем, что мы упустили это время. Попадая в такую общину, ты попадаешь в машину времени. Ты переносишься лет на 50 назад и, в принципе, видишь то, как жили люди лет 50 назад. В действительности церковь имеет тот же тип культурных проявлений, который устарел лет на 50 назад. Она все еще, то есть когда вы спросите, а почему так? Все равно ее культурные формы сформированы миром. Просто это не современно. А не современно равно духовно. Поэтому церковь устанавливает для себя такой стереотип или такой подход. Мы будем заимствовать культурные формы, но только не современные, потому что современные – это грех. А то, что устарело – это нет. Возможно, кто-то из вас помнит те времена, когда барабан и был дьявольским инструментом. А еще раньше гитара была светским инструментом, мирским инструментом. Нельзя было гитару в церкви. Сегодня мы это используем. Но сегодня навряд ли вы допустите у себя в церкви диджея, который крутит пластинку, и молодежь, которая танцует под R&B у себя. Вам, может быть, это страшно звучать, но точно так же страшно звучало бы это для наших прадедов. Что однажды в церкви появятся барабаны, их бы удар схватил. Точно так же и мы сегодня не готовы воспринимать некоторые формы, не потому что мы, проанализировав их, сказали, что это греховно в принципе, а просто оно культурно неприемлемо. Церковь не всегда виновата в том, что она выбрала такую позицию. Допустим, если мы смотрим на историю нашего евангельского движения, существовала государственная политика маргинализации верующих. Вы удивитесь. Но в середине 20 века, чуть раньше, доклады уполномоченного по делам религии в комитет говорили о том, что баптисты опасны тем, что они постоянно что-то новое придумают. Это новаторы. У них молодежные кружки, у них хоры, у них там какие-то сходки, конференции. Мы не успеваем за ними. Они опасны. Странно, да, слышать это о баптистах. Поэтому наша задача унифицировать баптистов, сделать так, чтобы везде в каждой церкви все было одинаково. Одинаковое богослужение. Одинаковое. Заморозить их форму. Чтобы со временем эта замороженная форма стала совершенно неадекватной людям. И надо отметить, к сожалению, что во многом государству это удалось сделать. В реальности такие церкви есть, такие позиции есть, но их не так много, потому что однажды, время от времени, в ней появляются смельчаки, которые решают забраться на стену и посмотреть, что там за. И это следующий тип. Оборона на стенах. Давайте следующий слайд. Рассказывают, что во время неприступной осады крепость Масада у евреев. Евреи выливали на римлян ведра с водой, показывая, что у них все нормально. Всем не страшно. Они бесили римлян тем, что... То есть это была осажденная крепость, но запасов было так много, что они могли позволить себе выливать воду сверху на них. Они показывали, нам не страшно. Когда осажденные в городе достаточно сильны, чтобы выдержать долгую осаду, они не боятся атак. Они просто отстреливаются с высоты крепостных стен. Иногда даже выпускают стрелы, готовят кипящую смолу и, расхаживая по недосягаемой стене, выкрикивают что-то в адрес врага. Это, будь то громогласная проповедь с кафедры или гневное письмо в администрацию в ответ на какую-то статью в газете. Это похоже на редкие выстрелы с крепостной стены, нежели на полноценный ответ. В таком положении церковь еще не планирует наступление, но она уже вступает во взаимодействие с врагом. Правда, эта реакция чаще всего спонтанная. Пробыв долгое время в осаде, церковь обретает уверенность, но эта уверенность обманчива. Она гордится тем, что ее не удалось сломить. С другой стороны, она не способна повлиять на культуру. Когда мы говорим, понимаете, мы надо разделять, она способна влиять на людей. Люди спасаются, Бог действует. Но в целом в своей массе церковь не способна изменить культуру общества или повлиять на нее. Культура общества все еще воспринимается как враждебная. И нет веры в то, что ее возможно подчинить. От нее можно только отбиваться. Церковь, занимающая оборону на стенах, использует такую стратегию евангелизации. Приходи к нам. Церковь воспринимается как ковчег, в который нужно попасть, запрыгнуть, чтобы успеть спастись. И в основном это то, что мы проводим внутри у себя в стенах. Мы готовы, мы открыты к обществу, но на наших условиях. Приходите к нам. Поэтому, когда мы организуем какие-либо евангелизационные мероприятия внутри стен церкви, приуроченные к празднику, вы заметили, что бывает так, что менталитет верующего в евангелизации сводится к тому, чтобы затащить неверующего в церковь. И пусть пастор с ним разбирается. Обычно это Рождество, Пасха. То есть такие вещи, когда неверующие более склонны к тому, чтобы прийти, послушать что-то. И вот они приходят в церковь, и что они слышат? Они видят ретро-концерт. Это уже не машина времени, но это ретро-концерт. Кому-то он очень-очень нравится. И вот мы притаскиваем их, и тут мы великий Бог, как дадим на балалайках. И неверующим интересно это все. Это интересно послушать. Кому-то даже это очень и очень нравится, заходит. И он становится частью церкви, он принимает эти формы. Но в обычной жизни он живет одним, в кодом культурном. Приходя в церковь, он принимает другой. И он как бы переключается. Там это можно, там это не можно. Стили и формы понятны людям, но они настолько вышли из ежедневного потребления, что попав в церковь, ты оказываешься в музее. Тексты, которые обычно используют для поддержания этой позиции, это Иоанна, 17 глава, 14 текста. «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Я не молю Тебя, чтобы Ты взял их от мира, но молю, чтобы Ты сохранил их в мире». Церковь так и воспринимает. Мы не способны здесь ничто изменить в плане жизни людей. Мы способны точечно повлиять на жизни людей. Господь будет действовать, они будут спасаться, но мы будем их приводить и делать их частью нашей церковной субкультуры. Третья парадигма евангелизационного мышления в плане культуры – это вылазки за вороты. Вылазка за вороты – это выход за границы безопасного укрытия, где лицом к лицу можно столкнуться с превосходящим по силам и количеству врагам. Но за спиной всегда маящат знакомые стены, поэтому люди, которые выходят за вороты, они знают, что всегда можно вернуться и всегда можно напитаться. В основном они живут внутри стен, но иногда за них выходят. Их будут читать героями, детвора будут слушать их свидетельства, этих миссионерских поездок или евангелизаций где-то. Мышление церковь все еще будет находиться в стенах. Наши разовые евангелизации где-то за. Это и есть вылазки за ворот. Иногда нам даже удается захватить кого-то и затащить в церковные стены, как во время вылазки за ворот. Время, которое обычно благоприятно для таких вылазок, это религиозные праздники, когда и государству нужно показать, что что-то делается, или мэрии нужно показать, и мы готовы этим воспользоваться. Поэтому мы едем куда-то хором, мы едем куда-то группой поклонения, мы едем с евангелизацией. В принципе, даже лагерь, который мы делаем, выездной лагерь, это тоже нечто подобное. То есть мы выезжаем, то есть мы выходим за пределы стен церкви и мы делаем что-то другое. Но культура все еще воспринимается как орудие врага. Это орудие можно захватить, его даже можно использовать. Однако эти захваченные образцы орудия всегда будут устаревшими. У меня жена из отделенной церкви, все ее родственники, многие в отделенной церкви, мы до сих пор имеем связь с ними. Когда наступил ковид, и был локдаун, то есть запретили все собрания, я думал, ну вот эти ребята это точно продолжат собираться. Им же никто не в указ, они же всегда были в реакции. Нет, они отменили свои собрания, но как отменить собрание на полгода? Как же окормлять церковь? Онлайн этого же не сделаешь. Поэтому наши родственники рассказывают, что на уровне руководства братья приняли решение, что мы будем выкладывать в YouTube проповедь. И вот только этот канал можно слушать. И теперь представляете себе слом верующих, которых раньше отлучали за то, что не смотрели телевизор, а теперь братство им рекомендует смотреть в интернете канал. То есть иногда мы вынуждены идти на какие-то вещи, признавать, что мы не особо были правы. Но это все равно настолько далеко от современной реалии. Культура общества проникает в церковь, но она тщательно фильтруется. И деятели культуры, которые появляются в церкви, они сделали себя как деятели культуры, еще когда были неверующие. Я бы хотел следующую картинку вам показать. Это интересные личности. Кого-то из них вы знаете. Каждый из них заявляет о том, что он христианин. Я не делаю суждений, насколько это так. Но каждый из них, будучи деятелем культуры, говорит о том, что я верю во Христа. Я верю в то, что Христос умер за меня. Даже Бона недавно в своем интервью говорит, что я верю, что Христос умер за мои грехи. Это не мешает ему поддерживать ЛГБТ, но он себя отождествляет как христианин. И церкви иногда, в которые ходят эти люди, они говорят, смотрите, у нас есть серьезные ребята, которые сделали себе имя. Ну, как бы Маскаева вы знаете, это же Баптист, это же у нас чемпион мира по боксу, Олег Маскаев, в свое время член Баптистской церкви в Москве. Дензел, это Алиса Кинчев, но он православный верующий, у него там даже символы такие, и девизы, которые он за Бога топит. Норрис, вы наверняка, если вы видели его фильмы, Чак Норрис, верующий человек. Крис Такер вообще уникальная личность. Он стал известен благодаря своей отравлено пошлой роли в книге, в фильме «Пятый элемент», но это был момент, когда он ушел от Бога. Теперь он вернулся, теперь он не снимается в никаких пошлых фильмах и исповедует свою веру во Христа. Но все эти люди достигли какого-то влияния в культуре, еще будучи неверующими. То есть они шли как неверующие, но потом они уверовали, и по сути они выезжают на своем авторитете, который они сделали когда-то, который они проявили, будучи неверующими людьми. Стратегически это еще не путь наступления. Однако, когда-нибудь у кого-то из смельчаков возникает решение построить еще одну крепость. И они будут строить эту крепость по такому же дизайну и по такому же подходу, как их материнская церковь. Они изменят чуть-чуть что-то в формах, добавят какие-то культурные элементы, но принципиально подход не изменится. Это все еще будет островок, где работает Бог, где нужно укрыться, но мы не верим в то, что мы можем окончательно захватить всю территорию. Следующая позиция – это освобождение своей территории. Господня земля и что наполняет ее? Этот стих из 22-го псалма говорит, конечно же, о творении. Но церковь воспринимает культуру и сферы, которые принадлежат Богу, но они утеряны нами. То есть мы потеряли влияние на них, но они не являются злыми по своему определению. Музыка, хореография, живопись, театр, кино, политика, спорт не являются греховными по природе, так верит церковь. Но сейчас мы отдали эти сферы в руки врага. Когда-то некоторые из них были у нас. Когда-то мы, как церковь, формировали целые стили культурные, но мы почему-то их утратили. И поэтому наша задача – постараться вернуть их себе. Поэтому церковь не воспринимает культуру как по природе враждебную Богу. Она просто понимает, мы ее утратили, и мы можем ее вернуть. Церковь, которая верит в свою победу, ведет эту освобождительную войну. Божье царство находится не только внутрь нас, но и включает территорию жизни вокруг себя. Даже видя, что большая часть земли захвачена противником, церковь все равно верит, что можно вернуть суверенитет. В каком-то смысле каждый определяет для себя границы своей территории. Кто-то ограничит ее размерами города, говорит, мы постараемся изменить культуру города. Мы начнем действовать здесь. Кто-то расширяет ее до пределов страны. Лидеры большого видения мыслить категориями континентов. И очень редко появляются те лидеры, кто всерьез задумываются о планетарных масштабах. С возвращением премиленарийских взглядов в евангельское движение у нас опять появился вот этот скептис в отношении того, что можно что-то изменить. Мы воспринимаем эту землю и человечество как тонущий корабль. То есть он тонет. Мы не знаем, когда он утонет, но он тонет. Поэтому на тонущем корабле никто не красит стены. Там не делают косметический ремонт. Там попытаются максимально использовать оставшееся время, чтобы спасти людей. Но нет веры в то, что его можно все-таки поднять, что он может подняться и плыть дальше. Поэтому все равно все сгорит. Зачем? Вы знаете, богослов Роберт Спраул, он сказал, что Бог может быть познан в трех сферах или в трех реалиях. Первая из них – это истина. То есть где Бог открывает себя в каких-то фактах о себе. Вторая реальность – это реальность характера. Бог проявляет нам не просто знание о себе, Он проявляет знание о том, какой Он. И это характер. Он проявляет себя добрым, Он проявляет себя справедливым, всемогущим. И третья сфера, в которой тоже Бог может быть познан, это сфера красоты. Бог проявляет себя в красоте. И Он делает интересные выводы. Мы, верующие, обычно делаем большущий акцент на познание Бога через истину. Мы читаем Библию, мы пишем книги, мы изучаем Бога в семинариях. И это верно, это правильно. Мы также неплохо говорим о характере. Мы много говорим об изменении нашего характера, Бог познаваем как характер. Но вот третья сфера, к сожалению, у нас очень сильно упущена. Мы неприучены видеть Бога в красоте. Этому есть свои причины. Конечно же, когда у церкви есть государственная поддержка, и она может в течение трех сотен лет выстраивать масштабное красивое здание, вкладываясь, финансируясь из государства, конечно, можно говорить о красоте. Но если вы с самого начала зарождения евангельской традиции, как у нас, встречались в домах, и вам не давали строить храмы, то со временем просто нет культуры строительства красивых зданий. Заходя в наш дом молитвы, ты не восхищаешься его архитектурой, ты не восхищаешься росписью его стен, ты не восхищаешься красотой пения хора, потому что у нас не было возможности этого делать. И поэтому сфера эстетики у нас не сильно сформирована. Мы не можем, то есть мы не научились познавать Бога через красоту. Поэтому в каком-то мере мы сами ограничиваем себя. Не умеем, значит, это и не нужно. Хотя некоторыми миссиями совершается титанический, крайне опасный труд в местах, где очень опасно благовествовать, большинство усилий христианства направлено на удержание своей территории. Европейская культура давно уже перестала быть христианской, северно-американская христианская культура стремительно теряет свою позицию. И сегодня их замещают либо постлиберальное мировоззрение, либо это ислам, который захватывает культурное. И мы видим сегодня, как в Европе церкви, пустующие уже много лет, протестантские храмы выкупаются под мечети и там начинают собираться мусульмане, они ставят свои знаки и они захватывают за себя. Либо откровенно враждебное к любому религиозному светское мировоззрение. Понимание того, что человеческая культура, хотя и пораженная врагом, может быть искуплена и способна нести Божью славу, вдохновляет музыкантов, режиссеров, артистов, художников использовать современные культурные формы для выражения своей веры. Если в предыдущем слайде вы видели людей, которые стали верующими уже после того, как они развили себя, как деятели культуры, то в этой парадигме христиане сами еще, уже будучи верующими, идут в культуру и говорят, мы хотим стать лучшим в этой сфере для того, чтобы, смотря на нас, смотря на наше творчество, многие обращались к Богу. Когда Петра выпустила первый свой альбом, это была середина восьмидесятых, а Петра это одна из первых американских христианских групп, которая начала использовать тяжелый рок. Это был просто шок для церквей. Как можно эту дьявольскую музыку использовать, как можно электрогитару использовать для прославления Бога. Сегодня Петра это ретро. Сегодня даже вы, послушав это, скажете, что-то нормально, ну старенькое уже. Скелет сегодня играет в индустриал рок. Опять же, дорогие мои, я не хочу делать анализ или давать оценку, насколько подлинное христианство, я не знаю. Я лишь говорю о том, что люди, которые ассоциируют себя с христианством, говорят, мы верующие, мы ходим в эту церковь, мы исповедуем Христа. Они используют эти культурные формы для благовестия, но у меня нет задачи сказать, вот это настоящие верующие, это не настоящие верующие. Понимаете? Скелет играет сейчас, это ведущая в индустриал рок-группа, христианская группа, которую слушает вкрапляют тексты. Конечно же, некоторые так называемые христианские группы, можно сказать, что они псевдо-христианские. Послушав их тексты, послушав их музыку, ты не поймешь, о каком боге они поют. То есть этот бог туда может и Аллах даже подойти под этот бог. Некоторые песни, которые поют так называемые христианские группы, это откровенно просто хорошие песни, моральные песни. Но они говорят, у нас нет цели даже благовествовать. Мы меняем культуру, мы меняем ее на что-то доброе. Поэтому у них разный взгляд. Вот эти трое парней, они уже давно не поют вместе, они получили четыре премии Грэмми. Это DC Talk, их альбом Jesus Freak получил очень множество наград и стал по сути вводным, после которых начали использовать панк-рок для христианской музыкальной субкультуры. Эти ребята сознательно шли в культуру, это чрезвычайно сложно. То есть идти в сферу, которая захвачена врагом, добиваться там высот, даже по их стандартам, оставаясь верующим человеком, очень сложно. Но такие люди есть. И такие люди воспринимают культуру как территорию, которую мы хотим вернуть обратно к Богу. Прошло то время, когда музыку формировал Бах, когда верующие люди формировали стили целые. Сегодня мы вынуждены признать, что мы утратили. После того, как церковь отвергла учение Коперника, мы знаем, что даже Мартин Лютер так иронично писал о Копернике, что сегодня появилось много людей, которые пытаются поставить под сомнение библейскую картину мира. Даже Лютер не понимал, что наука действительно доказала, что все-таки в центре солнца, а не земля. Когда церковь отвергла вот эти новые разработки, новые открытия культурные, она стала неадекватной для думающих людей. И до сих пор, на церковь говорят, вы что до сих пор, знаете, когда книги Коперника, нет, не Коперника, наверное, Галилея все-таки, были исключены из списка запрещенных книг в Ватикане в середине 20 века. То есть только в середине 20 века. И то так мягко Ватикан признал, что мы не совсем были правы в отношении гелиоцентрической системы расположения мира. То есть церковь уже давно, давайте скажем так, христианство давно уже не является драйвером науки. То есть научные, те люди, которые делают сегодня открытие, это неверующие люди. Фарадей был проповедником в церкви и старейшиной в протестантской церкви. Фарадей, который открыл электромагнитную индукцию и, по сути, на его открытиях все электромоторы действуют сегодня. Он был проповедником в церкви. То есть эти люди были верующими и, конечно, они смотрели и изучали науку как верующий человек и объясняли науку как верующий человек, но после них 19-20 века мы сегодня не наблюдаем ярчайших деятелей науки, которые откровенно отождествляют себя с Иисусом Христом и говорят, я не говорю, что их нет, но ведущих деятелей нет. Любимый текст тех, кто исповедует использование культуры ради благовестия, это 1 Коринфянам 9 глава 19 текст. Давайте следующий слайд. «Ибо я, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконные, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона как чужд закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Люди, которые исповедуют такой взгляд на мир, говорят, ну может быть, это даже не мне не особо подходит, мне нравится. Но я хочу использовать это, чтобы достигать людей. Если это не толкает меня в грех, я готов. И мой друг, мы учились вместе в семинарии, он рассказывал мне, я уже однажды делился этой историей, что он стоял с Новыми Заветами Гирионовскими на входе в дискотеку. И пытался всучить их людям, которые заходят. И видит брата, который идет в косой кожаной куртке, прямиком туда. И он останавливает, куда ты идешь, брат? Блажен муж, который не ходит туда, на совет нечестив. Он говорит, расстегивает свою куртку-косуху, открывает ее, и там как патронтаж заложены Новые Заветы. Он говорит, я туда, сейчас там буду раздавать, пойдем вместе. Он говорит, нет, я лучше здесь постою. Они оба благовествуют, но каждый из них сделал свой выбор, свои границы поставил. И нельзя сказать, что тот прав или тот прав. Они хотят, но каждый из них перед Богом делает свое посвящение, по совести поступает. Тот, кто идет туда вглубь, он не боится. Что его это развратит. То есть у него крепкие убеждения. Может быть даже ему не особо нравится это все, но он готов нацепить это на себя, чтобы дойти до тех людей и рассказать им о Христе. Следующая концепция – это экспансия и захват. У древнего Рима не было стен, равно как не было стен у Египта. Знаете почему? Кто осмелится на нас нападать? Они были настолько уверены, что никто не нападет на их столицу, что они даже не строили крепостные стены. Церковь без стен не переживает, что мир проникнет в нее и захватит в нее. Они говорят, это миру вообще-то надо переживать, что мы проникнем и захватим. Тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Нам не надо отгораживать. Это миру стоит бояться, что мы сейчас придем и Господь здесь все изменит. Церковь без стен активно изучает противника. Она использует любую информацию с полей, чтобы корректировать тактику, и она открыта для всего нового. Готоваясь к экспансии, церковь придумывает наперед свою комбинацию и старается предугадать шаги врага. Иногда она пугает своим новаторством. Иногда их ругают, что это слишком померзки. Но через несколько поколений то, что использовала эта церковь, будет просто распространена во всех, даже очень консервативных церквях. Песни, которые однажды пела молодежь, считались такими не очень верующими, сегодня поются в консервативных традиционных баптистских церквях. Все меняется. Когда-то нас ругали за эти песни, сегодня их поют. Когда-то было плохо, когда в церкви есть экран и слайды, теперь все переходят на это. Но церковь, которая видит культуру, как ту область, которую мы должны захватить, она идет впереди. Прошли те времена, когда христианство доминировало в культуре. И люди, я бы хотел несколько фотографий вам показать, начиная от ранних и двигаясь ближе к 20 веку. Фома Аквинский – это ведущий теолог и философ, который пытался синтезировать Аристотеля и теологию. И на тот момент, когда он это делал, он был ведущим ученым. То есть он оказал огромное влияние на формирование философской мысли. Бах. Баха считали новатором, когда он придумал свои фуги. Сегодня Баха считают отцом гармонии. Но тогда ему удалось не просто играть хорошо, а создавать и формировать музыкальную культуру. Сегодня на основании Баха многие строят свои произведения. Ямос Каменский. Возможно, вы не знаете его, но современная педагогика, все наши педагоги читают Ямоса Каменского, считают его отцом педагогики. Поэтому, если вы хотите устроить что-то в школе, купите книги Ямоса Каменского, расскажите о нем учителям, расскажите о том, что он был христианин. И он с точки зрения христианина формировал образование. Потому что образование – это формирование образа. Образование. Он говорит, что мы формируем образ, мы не просто передаем знания. Мы хотим на выходе иметь вот такой образ нашего ученика. Давайте следующий слайд. Вилбер Форс. Член парламента, который выступал против работорговли. Говорит, как может христианская нация продавать людей? Как мы можем поддерживать тех, кто в Африке захватывает племена, везет их в Америку и продает их? И он выступал. Он не увидел это при жизни, но он заложил. Очень много сделал для того, чтобы в конце концов работорговля была осуждена на законодательном уровне. Томас Кук. Возможно, вы не знаете, но современный туризм появился благодаря христианскому служителю, Томасу Куку. Его считают отцом современного туризма. Служитель во времена индустриальной революции в Англии увидел, что народ просто спивается, потому что на выходных ему нечего делать. И он начал организовывать туры в Манчестер, в Лондон для работяг на выходные. Он договаривался с компаниями по перевозке, делал скидки. В конце концов, он так развился, что он служитель, организовал туристическое агентство. Он придумал систему чеков, дорожных чеков Томаса Кук. Сегодня есть компания, даже авиакомпания есть Томаса Кука. Он является основателем туризма. Того, что мир может быть разным. И верующему не стоит, вообще человеку не стоит себя ограничивать одним городом. Стоит повидать этот мир. Дэвид Левингстон. Человек, сердце которого похоронено в Африке. Африканские племена настолько его любили, отважный лев. Когда его тело отправляли, он умер, отправляли, они вырезали его сердце и похоронили в Африке. Потому что человек, который изучил географию Южной Африки, открыл проход к водопаду Викторию. То есть он создавал карты, он защищал эти племена. Он одновременно был миссионером. Он нес Евангелие, но он известен в первую очередь миру не как миссионер, а как выдающийся первооткрыватель, географ. Сегодня, если поговорить, двигаясь ближе к нашему времени, давайте следующий слайд. Возможно, вы знаете Льюиса. Льюис стал вместе с Толкином не просто прекрасным писателем, они создали новый жанр. Сегодня мы знаем жанр, есть детектив, есть роман, они создали фэнтези вдвоем с Толкином, и они известны прежде всего, потому что они создали целый новый жанр. Сказка в современном пересказе, он повлиял, будучи, он был служителем, он был христианином, но мир знает его прежде всего как писателя. По нему ставят фильмы, хроники Нарнии, известны всем, всем детям. Там евангельская история, евангельский принцип искупительной жертвы, влев, колдунья, платяной шкаф, прекрасно показан на смерти Аслана. Сегодня, когда мы говорим о музыке, наверное, единственным сегодня направлением, в котором христиане что-то делают, создавая свое, а не копируя, это воршип. Это становится, ну, мы знаем, Гаспел есть, по нему дают премию, но воршип стиль сегодня становится тем, что изобрели христиане. Неверующие начинают где-то даже копировать этот стиль и говорят, о, ведущие ребята это там, это вот Хилсон Юнайтед, это Делириус, это Бефел. То есть мир признает, что это целый стиль, который создан, и он влияет. Теперь представьте, люди верующие, которые создают какой-то стиль. Конечно же, они вкладывают в него мировоззрение. Вот почему сегодня так сложно отделить стиль от мировоззрения. Тяжелый рок, он несет в себе элементы агрессии, восстания и бунта, потому что он был создан в эти времена. И эта форма, даже если мы ее христианизируем, она все равно будет нести в себе. То есть сами звуки, сами рифы, они несут в себе определенную агрессию. Сложно разделить стиль и мировоззрение. Вот почему нам, если мы хотим влиять на общество, важно создавать свое. Важно не просто захватывать оружие врага. Нам важно не просто становиться лучшими, а начинать формировать. Давайте следующий слайд. Представьте себе, если бы ведущими деятелями в этой сфере были верующие люди. Если бы медицину новейшей разработки в медицине создавали верующие, наверное, по-другому относились бы к абортам. Что если бы социальные сети создал не Цукерберг, ну, может, не он создал, но я его знаю, а создал верующий человек? Он вложил бы туда свое мировоззрение. Он бы создал их не для того, чтобы возгревать амбиции людей или создавать нереальный имидж, а совсем, наверное, по-другому бы это сделал. Что если бы в момент зарождения психологии не Фрейд формировал ее, а кто-то из верующих ученых? Нам бы не пришлось теперь противостоять психологии или плести за ней, создавая свои программы, которые наполовину, возможно, или заимствуют эти методы. Возможно, люди, христиане, были бы ведущими. Что если бы кино снимали, а так было, Голливуд же начинался с верующих фильмов, то есть там было достаточно много верующих людей, которые снимали фильмы, которые отражали славу Божью. Сегодня большая часть этих сфер, наверное, мода, кстати, интересный момент, в исламе, у нас даже в России, наверняка, это, по-моему, дочь Кадырова, которая создала свою линейку исламской моды. То есть это закрытая одежда, но это очень красивая одежда. То есть эти платья раскупаются, есть целый бренд, который несет мировоззрение, мировоззрение закрытого женского тела, но красивая одежда. То есть сегодня появляются люди, которые понимают важность того, как формируется культура и как на нее можно менять. Возможно, слушая это, вы думаете, как же правильно, да, давайте сейчас в конце поговорим о том, какая же на самом деле правильная модель. И вот здесь я вынужден вас разочаровать. Мы не можем все-таки утверждать, что одна единственная правильная. В зависимости от того, где мы живем, в какой исторический период живем, мы вынуждены реагировать. Если сегодня нас делают нелегальной церковью и мы уйдем в подполье, сложно будет говорить о влиянии на культуру. Так было во времена Советского Союза. Верующим не давали ни учиться, ни занимать руководящие должности. Я не говорю даже про политику, я говорю даже про образование. И, конечно же, это слепило. Мы вынуждены были реагировать так. Но сегодня время немножко другое. И подумайте о том, какой взгляд вы видите. Считаете ли вы культуру абсолютно потерянной для Бога, для церкви? Либо вы, когда Бог призывает кого-то, вы поощрите и скажите, иди, благословляю. Я бы хотел завершить личной историей. Когда сын в девятом классе сказал мне, что он пойдет учиться на театрального актера, я пережил шок. Как сын пастора будет сниматься в кино? Я говорю, как ты будешь целовать женщину, которая не является твоей женой? Объясни мне. Как ты будешь сниматься в этих сценах, в постельниках? То есть я был категорически против. Первую неделю две. Потом Бог начал работать с моей головой. Бог сказал, скажи, ты из многих знаешь вообще ребят его возраста, которые знают, кем они хотят стать? Я говорю, нет. Как правило, я спрашиваю, кем хочешь стать? Не знаю. Ты уже 11 класс заканчиваешь. Куда пойдешь? Не знаю. А твой сын страстно хочет, хотя бы исследует эту сферу. Я научил исследовать и обнаружил, что там есть верующие люди. Они могут отказываться от вещей, которые считают неправильными и продолжают быть востребованными. Мы отдали его на театральную студию и два года он отходил в гортеатр на студию, такую молодежную подростовую студию. Я обнаружил, что они снимают спектакли, в которых часто используют Библию. Это было необычно для меня. Там не было пошлоты. Когда они делали выпускной экзамен, свой спектакль выпускной, он не сказал, о чем он будет. Мы просто пришли на премьеру. Я пришел в зал, в этом зале сидело около 500 парней и девчонок их со школ привели. О чем был спектакль? Две девочки-близняшки. Это сказка. И нерожденные еще. Они еще в желудке, в животе у мамы. Они хотят, чтобы их родили. А мама хочет сделать аборт. И вот у них есть возможность поговорить с мамой только когда мама спит. И вот они во сне к ней приходят и убеждают ее дать ей жизнь. Им помогает ангел и мешает бес. Вот такая сказка. И заканчивается спектакль провозглашением торжества человеческой жизни. О том, что то, что там, это не просто масса, это уже личности. И я смотрю на этих детей, на этих 500 человек, и я понимаю, я никогда не смогу им этого сказать. Они никогда не придут ко мне в церковь и в лагере они ко мне тоже не придут. Но если хотя бы одна девочка, когда она вырастет, вспомнит этот спектакль, когда захочет сделать аборт, вспомнит об этом, и это повлияет на нее, и она даст жизнь, появится человек, который может узнать Христа. Это культурная форма. Там не было Евангелия, но представьте, какое мощнейшее влияние может может это оказать. Так Бог начал менять мое отношение. У нас до сих пор есть люди в сфере культуры, они верующие, но мы, как церковь, навряд ли это поощряем. Мой призыв сегодня, братья и сестры, задуматься о том, что мы можем сегодня, сейчас. Возможно, завтра все будет по-другому. Но сегодня, сейчас, как мы воспринимаем культуру и свое отношение к ней. У меня на этом все, и у нас есть пять минут на вопросы и ответы. Пожалуйста. Вопрос. Если можно, помогите, пожалуйста, мне с микрофоном, чтобы это уходило в трансляцию. И если можно, чтобы долго мы не носили микрофон, подходите сразу тоже, следующий, если у вас тоже есть вопрос. Там должно быть гореть зеленым, если вы кнопочку включите. Современная культура у нас формирована в целом материалистическом взгляде. И когда мы пытаемся, ну, как христиане, на эту культуру влиять, мы пытаемся агрутировать религиозными моментами, а это в мире культура общества. Как нам с нашей рограммитации, с нашими предпосылками идти в это общество, где фактически такой уже гласный запрет на рограммитацию типа Бог, ты говоришь, ты говоришь, почему ваша рограммитация? Есть саморазвитие, есть еще одно, почему ваша рограммитация? Спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, когда мы с вами начинаем вступать в полемику, если это философская полемика, мы стоим на разных основаниях, сто процентов. То есть то, что для нас является авторитетом, не является авторитетом для любого философа. Я вам даже скажу, даже для постлиберального христианского богослова то, что для нас является авторитетом, для него не является. Библия не является авторитетом. Это просто один из исторических источников. Но мы сейчас говорим не о философском споре, мы говорим о влиянии культурных форм. Постмодернизм при всех его минусах, всех его слабостях, имеет очень сильную вещь. Для него аргументом является практика. Против практики не попрешь. Поэтому, когда христиане показывают своей жизнью и своей практикой истину, мир начинает чесать голову. Пример. Когда верующие начали заниматься реабилитационным служением на постсоветском пространстве, а государство этим занималось. И никто не мог это сделать. Это было настолько успешно и повсеместно, что власть вынуждена была признать, мы упустили эту сферу. Потому что церкви были очень влиятельными, много людей действительно освобождалось. И на фоне того, что делали врачи, это было сильно. Поэтому они решили подмять под себя эту сферу и пытаются ее забрать. Поэтому здесь, наверное, важно, мы будем строить на своем основании. Нам нет смысла спорить философски с ними. Но плоды нашей жизни могут показать вот как. Еще один из примеров – это семьи. Дорогие, если мы начали следовать за этим трендом мирским, и у нас количество разводов просто растет очень сильно, мы уступаем им. А что же с нашим вероучением, что же с нашим богословием, что же с нашим пониманием брака? Поэтому практика, против нее не попрешь. Если мы покажем миру, что наши семьи принципиально отличаются воспитанием и крепостью брака, любовью, которая есть, это будет аргументом. И тогда люди говорят, да мне все равно, что там говорят. Я смотрю на их жизнь. Я думаю, вот это мощный аргумент влияния, в том числе и культурный. Если мы покажем своей культурой, что наша культура превосходит культуру этого мира, тогда это будет аргументом. А философски – действительно, мы с ними не поспорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok